Когда птица в полёте, должна больше усилия развивать. Опуская крыло или поднимая крыло? Опуская. Опуская крыло. А вот что будет, если она поднимет крыло с большим усилием? Вот Анна. Она куда воздух бросит? Вверх. Вверх, а её саму толкнет? Вниз. Классно. Но вы видели, как голуби, вороны летают, да вороги те же самые. Они что, крылья вообще не поднимают? Они только опускают. О, как классно. Только опускают, опускают и никогда не поднимают. Они всё равно поднимают. Во-первых, на фазе подъёма птица не будет держать крыло горизонтально, она будет держать его под переползом, чтобы уменьшить больше, что-то толкать меня. Но даже не это главное. Главное то, как устроены пени. Вот это совершенно гениальное испытание. Возволяющие без всякой части нервной стены, без всякой нагрузки на мышцы регулировать усилия по лёгке. Уже по физике рычаги проходил. Что более-менее представляет, что такой рычаг. Ага. Ну, хотя бы часть представляет. Уже они плохо. Но остальные просто глазами всё увидят. Так? У птичек в хвосте, хвостовое оперение, вставляют крупные рулевые пеи. Они выглядят вот это. Вот эта часть, пера покрытая бородками, называется апокава. В живых перьях апокава симметричны. А вот в крыльях полётные перья, называются они маховые перья, они устроены совершенно не так. Вот маховое перья. А вот его апокава. Оно симметрично или асимметрично? Оно асимметрично. Смотрим, зачем. Вот у нас летит птичка. Я на её перо смотрю вот отсюда. Вот он мне протянул перо, и я смотрю на крыло птичек вот отсюда. Смотри, что я вижу. Вот круг. А вот теперь смотрим, где я. А пига, вот как стоят. Вот одно перо. Посмотрите, вот узкая часть апокала, а вот широкая часть апокала. Видите, да? Вот второй перо. Узкая часть апокала, а вот широкая часть апокала. Вот третья перо. Узкая часть апокала, а вот широкая часть апокала. Ну и так далее. Теперь давайте думаем. Птица опускает кругу. Так, давление на какую часть оказывается больше? На широкую. На широкую. Так, на узкое давление такое. И ребята, извините, вот что значит... Ай-яй-яй. Позор на мою голову. По-настоящему позор, потому что перепутал положение в узких широких частей. Наоборот. Птица опускает кругу. Давление на широкую часть больше. То есть, вот эта сегма больше, чем вот эта. Куда этот перо поворачивается? Оно пытается вот так повернуться. Согласны? Согласна. Значит, это перо тоже самое. Пытается вот так повернуться. А теперь давайте смотрим. Вот это перо крутится вот так. И это перо старается вот так повернуться. Скажите, пожалуйста, вот здесь разойдутся, опокалы друг от друга отойдут, или наоборот прижмутся? Прижмутся. Да. При опускании крыла опокалы прижимаются друг к другу. И весь воздух, который оказывается под крылом, птица толкает вниз. А теперь птица поднимает крылу. Давление на широкую часть больше. Раз. Откаление слабенькое. Два. Три. В какую сторону перо будет стараться прокрутиться? По часовой или против? Против. Против часовой. Скажите, а вот этому перо что-нибудь мешает крутиться? Нет. Что оно сделает? Прокрутиться. А оно повернется. И это повернется. И это повернется. И это. В результате между опокалы и щели оказались? Да. Оказались. Будет ли воздух? Вот птица сминает воздух, поднимая его вверх. Будет ли он отбрасываться вверх? Будет ли он спокойно уйдет? Спокойно уйдет. А он просто вот так спокойно уйдет. Так. И как мы видим, здесь никакой работы мышц не нужно. Здесь не нужно никаких сложных управляющих систем в нервной системе. Просто сама конструкция такова, что позволяет экономить на каждом взмахе.